Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Добровольцы Карачаева Черкесия отправляются на Донбасс. Сегодня состоялась отправка в зону проведения специальной военной операции. Укомплектованность школ педагогическими кадрами актуальные вопросы поднимали на директорском форуме в КЧГУ. Как решается проблема с нехваткой учителей. Красный день календаря. Сегодня 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты вспоминают историческую дату. Почтовую марку украсит Архыз. Первые экземпляры с изображением всесезонного курорта будут представлены широкой аудитории в ноябре. Сегодня добровольцы Карачаева Черкесии отправились в зону проведения специальной военной операции. Всем выдали необходимое обмундирование и экипировку. О том, кто решил стать добровольцем и что побудило принять личное участие в СВО, узнавала Альбина Ламкова. Состав добровольцев, направляемый в зону специальной военной операции, разный. Возраст тоже. Есть те, кто уже принимал участие в конфликте на Донбассе. Военные пенсионеры и ветераны горячих точек. Ефрем Рубаев – один из них. Об автоматной очереди в миллиметрах от себя, над головой и о главном условии взаимопомощи на поле боя знает не понаслышке. Ефрем Николаевич принимал участие в зоне грузино-абхазского конфликта. Еще тогда он отправился в числе первых добровольцев. С первой же партии добровольцев мы ушли через перевал после митинга с ребятами. Всю войну там прошел. От начала до конца со всеми. Потом в Абхазии там и остался, и служил там в армии. В острый период конфликта на Донбассе Ефрем Рубаев принимает решение вновь направиться в волну обострения. Первый раз в конце 2015 года попадает в Луганск, затем и в Донецк в интернациональную бригаду «Пятнашка». После затишья, конфликта Ефрем Николаевич вернулся на родину, в Черкесск. И вот перед началом спецоперации я опять уехал на Донецк, опять к своим «Пятнашку». Зона ответственности была в Авдеевке. Зона, ну, под Авдеевками находились. На вопрос о том, почему Ефрем Рубаев вновь и вновь рискует своей жизнью, он ответил. Вы знаете, я в советское время давал клятву, наверное, с долгу своему. А когда видишь, что молодые пацаны ложат своей жизнью, как-то не по себе становится. Кто-то должен это делать. Наша вера заключается только в одном – с чести и добрости. Наверное, с долгу своему. Частичная мобилизация в России завершена, но военкоматы продолжают укомплектование войск. И только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на заключение контрактов. Сегодняшние отправляются участвовать в специальной военной операции в составе отряда «Барс». Каждая команда, которая отправляется в добровольческий отряд «Барс» по мобилизации, в обязательном порядке от правительства республики комплектуется тёплой одеждой, спальными мешками и вообще одеждой по 18 позициям. Вернуться живыми и здоровыми, с достоинством и честью, выполнив гражданский долг – это основное пожелание в напутствие бойцам. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Качагово имени Умара Алиева совместно с Министерством образования и науки Карачаева-Черкесии провёл первый республиканский директорский форум «Кадровый ресурс школ Карачаева-Черкесской республики. Стратегия и технология развития». Участники форума обсудили актуальные проблемы обеспечения педагогическими кадрами в школу республики. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сегодня достаточно остро стоит вопрос укомплектованности школ квалифицированными педагогами. И данный форум – это возможность обсудить все эти проблемы и выработать задачи по их решению, отмечает, открывая первый республиканский директорский форум, исполняющий обязанности ректора Качагуута Усултан Узденов. От имени главы республики участников мероприятия поприветствовал заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Дмитрий Бугаёв. Работу форума высоко ценит глава и передал, чтобы в конструктиве с высшим учебным заведением, которое сегодня реализует политику в сфере подготовки педагогических кадров, взаимодействие в тесто, выработали механизм, который позволит нам заполнять нашими выпускниками школ, школы, наши педагоги, чтобы обучались здесь, повышали квалификацию. В ходе стратегической сессии форума министра образования науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко рассказала об истории становления педагогического образования в республике. В своем выступлении она подчеркнула, что в настоящее время наш регион сталкивается с проблемой нехватки учителей. Поэтому нам необходимо общими усилиями повысить качество подготовки педагогов и оказать поддержку младым специалистам. С нарастающими темпами у нас усугубляется проблема нехватки педагогических работников, дефицит в школах. Поэтому мы обсуждали неоднократно с руководителем данного университета эту проблематику. И мы поняли, что ее необходимо сегодня обсуждать со всеми, в том числе и руководителями образовательных организаций. Поэтому создание этого форума как раз таки продолжение той проблемы, которая сегодня сформировалась на уровне республики в целом. Для того, чтобы обсудить те проблемы, которые сегодня имеют место быть, и выработать механизмы и пути решения данной проблемы. В свою очередь Таусултан Узденов рассказал о проектах в университете по повышению эффективности подготовки учителей и системного подхода в оформировании и развитии кадрового ресурса школ республики. Я надеюсь, что та программа, которую мы предлагаем сегодня, она будет действенной, результативной и сможет, если не полностью решить, то существенно продвинут вопрос решения кадрового вопроса для наших школ. И мы считаем, что те инициативы, которые сегодня были сформулированы на площадках этого форума, в том числе инициатива, наша инициатива, которая поддержана сегодня, участниками форума о создании института горизонтальных связей между директорами школ. Директора школ Карачаева-Черкесии на форуме познакомились с формулой успеха руководителя школы Москвы «Покровский квартал» победителя конкурса «Директор года России-2022» Павла Терехова. Подобные мероприятия позволяют нам, руководителям образовательных учреждений, обменяться педагогическим опытом, считают директора школ. Для каждого, наверное, немаловажно, чтобы все наши дети были обучены, чтобы они были сохранны, они были здоровы, но и, кроме того, были прекрасными специалистами. Наверное, это общая задача для всех, выработать ту стратегию, выработать ту траекторию и те сетевые взаимодействия, когда мы смогли бы все коммуницировать и прийти к тому, что у нас были бы замечательные педагоги, и, соответственно, замечательные выпускники школ и прекрасный потенциал для нашей Российской Федерации. После в рамках первого директорского форума подписали договор о сотрудничестве между Министерством образования и науки региона и КЧГУ. Также была сформирована Ассоциация директоров школ, которая будет взаимодействовать с университетом в подготовке кадров для школ республики. Алихалим Шоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сегодня 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В Карачаево-Черкесском республиканском отделении КПРФ вспоминали историческую дату и наградили ветеранов Компартии. О красном дне календаря репортаж Харчибиджиева. 105 лет назад залп крейсера «Аврора» возвестил о рождении новой эры. В тот момент начался переход человечества к светлому будущему, к социализму. Прошло немало лет. Учителя, строители, инженеры и многие другие превратились в творцов новой жизни. Большую часть которой они работали не покладая рук, не зная слова «усталость». И сейчас о своем многолетнем труде вспоминают с улыбкой «Ведь если бы не они, то кто?». В здании Карачаева-Черкесского республиканского отделения КПРФ прошло праздничное мероприятие с участием ветеранов партии. Ведь их работа во благо народа бесценна. Немногие ветераны смогли прийти, возраст уже не тот, рассказывает первый секретарь городского комитета КПРФ Сергей Лосков. Но о них партия не забудет. Я хочу поздравить всех жителей Карачаева-Черкесии с нашим главным, на мой взгляд, праздником революционным. Благодаря этому празднику мы сегодня празднуем и столетие Карачаева-Черкесии, потому что именно Великая Октябрьская социальная революция дала народам Карачаева-Черкесии получить государственность. Именно Великая Октябрьская социальная революция дала возможность народам Карачаева-Черкесии получить прекрасную промышленность, сельское хозяйство. Ко дню годовщины революции приглашенных ветеранов КПРФ поздравили за их вклад в развитие социалистического строя и непоколебимую веру в неё. Им вручили грамоты и подарки, а после в тёплой дружной обстановке прошло чаепитие. Я желаю всем народам, которые живут в Российской Федерации и в Карачаево-Черкесской республике, благополучия во всём, взаимопонимания, взаимоуважительного отношения и чтобы решали проблему народа. Других пожеланий нет. В конце праздничного мероприятия все члены партии КПРФ возложили венки к памятникам Ленина в Черкесске, почти в память основателя первого в мире государства рабочих. Карчабиджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 4, плюс 1, а в горах до 9 градусов мороза, а днём до плюс 14 и местами 3-8 выше нуля. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1, а днём 10-12 градусов тепла. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу, улица Кавказская, 42, город Черкесск. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2, 96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Окна в рассрочку. Оконные комбинаты. 8, 938, 333, 90, 2, 0. В Черкесске подвели итоги объявленного в середине лета конкурса фасадов. Мэрии региональной столицы отметили организации, которые, по мнению посетителей сайта «Активный горожанин», проявили смекалку и наибольшее желание создать для людей праздничное настроение. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. В предыдущий раз конкурс подобного типа проводили в республиканской столице в середине прошлого десятилетия, накануне новогодних праздников. И тогда во многом благодаря ему новыми красками заиграл Черкесск, особенно вечерний. В том числе периодически обновляемая в последнее время подсветка по улице Первомайской. И вот в преддверии основных торжеств в честь столетия Карачаево-Черкесии мэрия регионального центра объявила о старте конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо было до 20 августа разместить на портале «Активный горожанин» фотографии до и после наведения марафета. Победитель определялся по наибольшему количеству отданных голосов. Награждение лучших прошло в городской администрации. Хотел бы вас поблагодарить за участие в этом конкурсе. И надеемся, что также вы и наши другие жители нашего города будут участвовать, активное участие будут принимать в жизни города. Планируем такие конкурсы проводить регулярно. От всей души благодарю организаторов данного мероприятия. От лица всех сотрудников большое вам спасибо. Мы очень старались. Всем спасибо большое, кто за нас проголосовал. Будем стараться, будем расти. Думаю, это не последняя наша победа. Дальше только лучше, как говорится. По мнению городских властей, нынешний конкурс показал заинтересованность ряда предпринимателей в создании в Черкесске еще большего количества узнаваемых мест. Ведь куда важнее самой победы то, что благодаря подобному состязанию по благоустройству в разных микрорайонах Черкеска удалось оригинально разукрасить некоторые здания и участки рядом с ними. Так, одна из организаций была отмечена за оформление прилегающей территории и активное участие в озеленении города. Предполагается, что конкурс станет традиционным и позволит общими усилиями ежегодно привносить в облик региональной столицы как можно больше ярких запоминающихся красок. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Курорт Архыз появится на почтовых рамках, марках, извиняюсь, России. Первые экземпляры с изображением всесезонного туристического рекреационного комплекса будут представлены широкой аудиторией в ноябре. Общий террас знаков составит более 100 тысяч единиц. Приобрести их можно будет в почтовых отделениях страны. Отметим, что создание марок с изображением курорта Архыз поставит начало уникальной серии почтовых знаков курорта Северного Кавказа, куда также войдут другие курорты. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Художник».